Вы ведете блог, пишете статьи на вашем Joomla сайте. Ваш сайт стал набирать популярность. Что же делать дальше? Как привлечь еще новую аудиторию? Меня зовут Федор Васильев. И в рамках этого видео мы с вами рассмотрим бесплатный плагин, социальные кнопки для вашего блога. Хочу заметить, что на Joomla 5 это редкий плагин, потому что, как правило, все такие плагины, они платные. В рамках этого видео мы рассмотрим бесплатный плагин от русского разработчика, с помощью которого вы сможете прицепить к каждой своей статье, соответственно, русские социальные сети. Там Одноклассники, ВКонтакте и подобные, которые привыкли пользоваться люди в России. Таким образом, люди могут делиться вашими статьями очень удобно и легко через этот плагин в своих социальных сетях, тем самым привлекая другую аудиторию на ваш сайт. Но прежде чем мы будем разбирать данный плагин, я хочу вам напомнить. Если у вас нет времени и вы сомневаетесь, вы всегда сможете обратиться ко мне и заказать сайт у меня. Звоните, пишите. Давайте реализуем ваш проект, ваш сайт вместе. А мы возвращаемся к теме данного видео. Сегодня рассмотрим довольно-таки редкий плагин на Joomla 5. Таких сейчас плагинов на Joomla 5 реально мало. Это кнопки поделиться. Тем более кнопки поделиться от русской системы Яндекс. Кнопки Share. И получается даже разработчик наш, русский. Нашел я такой плагин. Поддерживает Joomla 3, 4 и 5 версию. Скачивается моментально отсюда. Поддерживаем мы сети, которые можно, то есть под статьями кнопки разместить, где человек сможет делиться статьями в социальных сетях. Здесь, мне кажется, есть все, что нам нужно. Ссылку на скачивание данного плагина я оставлю на своем сайте fedorovasilev.com в соответствующей статье. Ссылка будет на статью под этим видео. А я перехожу на свой тестовый сайт. Устанавливается, как обычно, система расширения. Плагин перенесете сюда. Он у вас установится. У меня уже все установилось, поэтому я иду в плагины. Нажмете на ID. Нажмете еще раз, чтобы ассортировать. И плагин показался в списке наверху. Вы его включите. И давайте посмотрим настройки. Что сразу хорошо, приятно, то, что все сразу на русском языке идет. И первая опция – это поддержка старых браузеров. Полезная опция для пользователей, кто пользуется старыми браузерами. Включайте. Следующее – это выбор, какие соцкнопки будут отображаться под каждой вашей статьей. Можете выбрать на свой вкус. Я выбрал вот эти соцсети. Дальше – стиль. Стиль нужно смотреть. Сначала оставляем классический. Есть два еще варианта. Размер кнопок S, совсем маленький. M побольше, L еще больше. Формат квадратный, круглый. Выбирайте. Лимит иконок. Сейчас посмотрим, что это такое. Максимальное количество символов вступительного текста. То есть анонс статьи. И исключить материалы категории. Из каких категорий, то есть можете с зажатым контролом выделить ваши категории, ваших статей. Комп контента Joomla. Там, где не будут выводиться соцкнопки. Далее – позиции кнопок в категории. Можно выбрать перед контентом, после заголовка, после контента. В самом низу, то есть статьи. В самом низу категорий. Позиции кнопки в материалах также можно выбрать. Макет мы здесь не трогаем. У нас тут всего лишь один макет. Нажимаем «Сохранить». Не забудьте его включить. Идем на сайт, обновляем страницу. Появляются вот три кнопки. Это как раз-таки вот здесь. Такой компактный вариант. Можно отобразить все соцкнопки сразу. Они маленькие. Просто здесь есть такие три точки. И здесь спрятаны другие соцсети. И, к сожалению, здесь вот немножко, по крайней мере, с моим шаблоном KCIP, здесь немножко стилистически, я считаю, какое-то идет нарушение. И, видите, обрезается дизайн всплывающего окошка. Причем, если я зайду в саму статью, давайте провалимся внутрь. Здесь эти кнопки, они не срабатывают. То есть это уже недоработки разработчика. Но можно из этого сделать рабочий вариант, просто выбрав все кнопки. У меня восемь кнопок. Я ставлю все кнопки. Надеюсь, разработчик это исправит. Здесь ничего страшного нет. Если вы думаете, что я записываю урок, изначально не проверив плагин. Я его проверил. И здесь ничего в этом такого нет. Вот обходной вариант. А второй момент, что это поправимо. Разработчик это исправит. И вот такие цветные кнопочки можно сделать в темный однотонный дизайн. Вот, допустим, ВКонтакте я нажимаю. Поделиться. Вот ВКонтакте данной статьей. Все здесь открывается, работает. Я вывел под заголовком. Если мы посмотрим в анонсе статей, вот так вот это выглядит. Вот под каждой статьей я это вижу. И здесь уже монохронный, в принципе, интересный режим. Можно прям маленькие кнопочки. Попробовать круг. Обновимся. Вот такие прям совсем маленькие кнопочки получаются. Поэтому я ставлю M. Монохрон 2, они идут с такими подложками. Ну, сами поиграйтесь, посмотрите. То есть, вот такой вот вариант, в принципе, почему нет. Поделиться кнопками, кнопки поделиться в соцсетях. Вот такой получился небольшой и, на мой взгляд, интересный и полезный контент. Надеюсь, для вас он также был интересен и полезен. Напишите свое мнение об этом в комментариях под этим видео. Я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok